Создавался он изначально для японского рынка. Слушайте, ну дорогу она удерживает неплохо. Вот сейчас я еду, специально колейка отпустил руль. Ну держит, 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 четко идет. Не носит ее ни вправо, ни влево. Мне нравится. У меня особых претензий нет. Да скажем так, и не особых претензий тоже нет. При такой общей компактности машины она достаточно объемная внутри. Ну, таковы требования безопасности. Вот эта штука должна выдерживать определенный удар. И без такого борта это невозможно сделать. Друзья мои, когда я узнал, что Игнис появился в продаже в Украине, некие нотки ностальгии меня посетили. Знаете почему? Потому что я долгое время жил в Индии. И периодически там ездил именно на таком автомобиле. Ну, понятное дело, до рестайлинга, но тем не менее. И мне стало любопытно и даже интересно посмотреть, что изменилось после рестайлинга. Ну и что предлагают вообще в нашей стране, какие комплектации и так далее. Что следует сразу отметить, так это то, что внутри автомобиль скомпонован очень грамотно с точки зрения дизайнеров и инженеров. Вертикальная посадка на сидениях. То есть это когда мы сидим максимально вертикально и по длине. Если смотреть на наш силуэт, он максимально короткий. Вот как я сейчас сижу. То есть я сижу как на высоком стуле. Ноги у меня опущены. За счет этого в длину сокращается место в салоне. Соответственно, при маленьких компактных размерах самого автомобиля места внутри кажется много. Дальше. Ну, степени регулировок здесь вполне хватает как для человека маленького роста, так и большого. Руль регулируется только по высоте. Но несколько человек я просил сесть за руль и настроить рабочее место под себя. И большинство это сделало без всяких проблем. И практически ни один человек мне ничего не сказал по поводу того, что здесь не хватает настройки руля по вылету. Как мы уже с вами видели снаружи, автомобиль достаточно компактный. И это понятно. Создавался он изначально для японского рынка. Где автомобили такого формата имеют целый ряд льгот. В том числе и по налогам. Очень удачно эти автомобили из Японии перекочевали в остальную Азию. И где они очень даже популярны. В свое время я работал и жил в Индии. И там как раз этот автомобиль очень массово продается. Кроме того, я вам скажу даже по секрету. Компания, в которой я работал, за время моего перебывания там в Индии, продала более 8 тысяч этих автомобилей. Ну, это показатель. Друзья мои, если кто-то из вас не знает, сколько моделей выпускает Сузуки, то как только эта информация до вас дойдет, вы будете очень удивлены. Знаете почему? Ну, я просто пример привожу. Опять же, по той стране, в которой я долго жил. Когда я первый раз открыл каталог компании Сузуки, посмотрел, сколько там моделей продается на рынке, я был в легком шоке. Ребята, 18 моделей. 18. Вы можете себе представить? Это у нас продается два кроссовера и вот эта машина. А у них 18. 52% рынка. Да? Сила. Скажу вам, друзья, что к настройке подвески у меня особых претензий нет. Да, скажем так, и не особых претензий тоже нет. Едет машина неплохо, держит дорогу, неплохо управляется. Есть, конечно, определенные нюансы, скажем так, неплохо глотая какие-то мелкие неровности на таких достаточно внушительных ямках и лежачих полицейских, если вы их не заметите и проскочите на скорости, треханет вас очень даже прилично и почувствуете это. При этом вы это почувствуете на слух, вас немножко подпнет под зад, но подвеска при этом не пробивается. О коробке. Ну, здесь стоит вариатор, вполне себе сносно работающий, как для автомобиля такого класса. Каких-то толчков, рывков, ударов по печени я не слышу. То есть он не дергается, не смыкается, все нормально. Разгоняться позволяет в свойственной вариаторам стиле. То есть, если вам надо резко разогнаться, тахометр закручивается до максимальных оборотов и дальше, уже меняя плавно передаточное число на вариаторе, машина разгоняется. Кого-то это сильно очень нервирует, так как оно очень похоже на буксующее сцепление. Ну, мне как бы одинаково. Я очень люблю вариаторы, потому что они реально позволяют больше экономить топливо и при этом всегда ездить в автоматическом режиме. К рулевому у меня претензий никаких нет. Само рулевое колесо очень приятное, обшито приятной кожей, много различных кнопок управления. Все интуитивно понятно. Я разобрался вот с этим всем, хотя давно на Сузуки не ездил, ну, буквально минут за пять. Все, дальше я еду, управляю вот с кнопочек магнитолкой, управляю круиз-контролем. Нет никаких проблем. Есть желание, по блютузу подключаю телефон и громкая связь. Тоже вот три кнопочки здесь выведено. Я могу управлять громкой связью. Климат-контроль тоже не вызывает никаких сложностей. Немножко такой у него футуристический дизайн. Но мне, в принципе, нравится. Выглядит это неплохо. Работает корректно. Вот я вам скажу честно, для меня комфортная температура примерно там 20-21 градус. Я поставил здесь 20,5 градуса по Цельсию. И за все время теста ни разу здесь ничего не регулировал. Класс, класс. Это говорит о том, что вот воздуховоды, система вентиляции очень тщательно продумана инженерами. Ставим плюсик им за это и говорим, молодцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз возвращаюсь к тому, что при такой общей компактности машины она достаточно объемная внутри. Вот я сел здесь, устроился за руль. Метр восемьдесят два мой рост. И я сейчас остановлюсь, перейду назад и покажу вам, сколько места сзади. Итак, друзья, сажусь на заднее сидение автомобиля. И что могу сказать? В данном случае сидение выставлено под меня. У меня рост метр восемьдесят два. И вот сам за собой сзади я усаживаюсь без каких-либо проблем. Как и спереди, места здесь много по причине того, что посадка на сидениях более вертикальная, нежели горизонтальная. То есть сидишь более высоко. Видите, ноги у меня опущены. Во многих машинах сидушка лежит почти на полу, и вы задираете ноги. Соответственно, вам их надо туда вперед протаскивать, и за счет этого скрадывается место. Здесь же я сижу более вертикально. Ноги опущены чуть ниже. И я занимаю вот как раз по длине меньше места. Я более компактный вот по длине. Мне нравится. Места здесь действительно много. По отделке салона, друзья мои. Но понятное дело, что это изначально бюджетный автомобиль. И на бюджетную технику никто не будет применять каких-то элитных материалов. Да, тут обычный твердый пластик. Но, друзья мои, он не скрипит, не репит, не отдает каким-то звоном на брусчатке. И этого вполне достаточно. Визуально, скажу вам честно, он выглядит как пластик в дорогих машинах. Как тот мягкий, который мы все любим. Мягкий. Ну, послушайте. Не будете вы сюда класть на панель голову. Не будете вы тут спать. И какая вам разница, твердый он или мягкий. Еще раз говорю. Главное, чтобы он не шумил. Он не шумил. Ткань на сиденьях достаточно приятная на ощупь. Визуально выглядит, ну, как обычная ткань. Но при этом попробовал уже, довелось. Разлил, извините, владельцы транспорта кофе. Без проблем вытирается все салфетками и следов никаких не остается. То есть, скорее всего, эта ткань обработана каким-то защитным составом. На себя, на вот эту цветную всю кашу, которую мы можем сюда уронить от бутербродов, соков и кофе. Слава богу, не оставляет. Мне это тоже нравится. Что я могу сказать о багажнике? Лично у меня к багажнику претензий нет. Несмотря на компактность автомобиля, здесь без всяких проблем, вот так вот, если вертикально, станет огромный большой чемодан. Вот этот, который до 20 килограмм нам разрешают провозить в аэропортах. Да, тут достаточно высокий борт. Через него надо будет его перекладывать. Ну, таковы требования безопасности. Вот эта штука должна выдерживать определенный удар. И без такого борта это невозможно сделать. Дальше. Значит, я уже сказал, большой чемодан здесь ложится. Но если поставить сюда небольшие чемоданы, которые нам разрешают проносить в салон самолетов, то здесь их вот так вот вертикально по высоте станет в аккурат 4 штуки. Ну, и если этого мало, раскладываем сидения. Сидения, кстати, раскладываются в соотношении 2 к 1. Раскладываем сидения, никаких проблем, возим еще больше груза. Но напоминаю еще раз, автомобиль городской, предназначен для городского трафика и перевозки больших грузов никто не предполагал. Да, кстати, друзья мои, сидения раскладываются очень легко и непринужденно. Клавиша здесь есть, тянем на нее и сидение складывается. Недостатком можно назвать то, что здесь достаточно высокая ступенька. Но, тем не менее, на вот это сидение положить можно достаточно приличный груз, большие какие-то чемоданы, никаких вопросов. Для любителей подзарядить или запитать какие-то свои гаджеты, здесь есть розеточка на 12 вольт, на 120 ватт, есть отдельно еще разъем USB и есть еще разъем AUX, если вы хотите подзарядить какой-то свой проигрыватель. Для любителей послушать музыку вы можете смело флешечку с музыкой запихивать в USB. система читает почти все форматы файлов, никаких проблем с этим нет. Воспроизведение по качеству, ну скажем как, для этого уровня, я бы назвал даже хорошим. Что понравилось, очень хорошо держит радиостанции, даже в зоне неуверенного приема. кто по городу часто мотается, тот понимает, о чем я говорю. Когда едешь и слушаешь какую-то музыку по радио, и вдруг, вдруг оно начинает трещать, шипеть или вообще пропадает звук. Здесь, вот не знаю, по Киеву ездил несколько дней, никаких проблем с этим нет. Я же говорю, волну держит. Кроме того, система поддерживает Bluetooth, соответственно, подсоединяем свой телефон, и Handfree нам обеспечен. Обзорность здесь по кругу великолепная. Я вижу фактически во все стороны. Единственное, когда сдаю, немного вот стойки задние, они имеют такую форму специфическую. Ну, вы видели, как они снаружи выглядят, с этими скосами. Соответственно, изнутри это закрывает обзор вот по углам чуть больше, чем надо. В остальном обзорность отличная. А вот шумоизоляцию могли, конечно, сделать и получше. Если бы себе приобретал такую машину, то, наверное, первое, что бы я сюда добавил, это я заизолировал бы арки дополнительно. Итак, друзья мои, смотрите. Автомобиль заявлен как хайбрид, Ну, гибрид. И насколько он гибрид? Давайте вот в это выясним. Я поднял целый ряд литературы, понял, что там, допустим, в Азии, где, в принципе, родился этот автомобиль, эта система называется SMITE Hybrid, то есть минимизированный, минимизированная гибридная установка. То есть не очень большой аккумулятор, который нужен для того, чтобы включить вот электромотор в помощь бензиновому буквально на очень короткое время. Помощь при разгоне и где-то, когда бензиновый мотор выходит на повышенный расход топлива и выхлопных газах могут увеличиться, может увеличиться в составе количество вредных частиц. То есть сама система, она была сделана для того, чтобы автомобиль попал вот в эти жесткие экологические нормы. Ну и как производная от этого небольшая экономия топлива. Насколько мы можем с этой системой сэкономить топливо? Смотрите, я в свое время ездил на чистом бензиновом автомобиле Игнис, без вот этой гибридной системы и могу сказать вам четко, что вот этот мотор, если ему никакой электро не помогает, кушает примерно от 6,5 до 8 литров бензина. Сейчас я езжу примерно в таком же трафике, как я ездил в Дели. Вот примерно тот же поток машин, те же скорости и у меня расход вот средний показывает примерно от 5, 4,8, 5 до 7 литров. О чем это говорит? Это говорит о том, по моим расчетам, что система позволяет нам сэкономить до литра, от литра вернее, до полутора литров на 100 километров. Много это или мало, это уже каждый делает свои выводы. Я всегда рекомендую взять калькулятор и посчитать, что мы там где переплачиваем, что мы на этом экономим и главное за какой период это все окупается. Непосредственно я владею автомобилем в кузове седан. И мои друзья меня спрашивают, Дима, а что бы вот тебя заставило, скажем, избавиться от твоего автомобиля, достаточно большого, и пересесть на такой? Что заставило бы? Друзья мои, заставило бы, скажем, наличие паркомест. Если их нет, мне надо где-то притулиться, то на таком автомобиле это сделать легче. кстати, именно по этой же причине, когда я работал в Дели, я предпочитал, если мне надо было куда-то поехать, взять именно вот такой компактный какой-то автомобиль. Такой Игнис или Свифт, потому что автомобили при достаточной объемности салона действительно снаружи компактные и где-то, где на большом седане ты уже не влезешь, чтобы запарковаться, то этот хоть и впритык, но влазит. И это, кстати, очень важный момент. И еще один важный момент. При вот этой своей длине он иногда позволяет припарковаться поперек. Да, 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 вот стоят какие-то огромные джипы или еще что-то, между ними зазор такой, что как ширина этого автомобиля. Так вот непосредственно там, когда я ездил на Игрисе, я его так именно и парковал. Я между ними заезжал вот так вот в торец. Да, где-то иногда приходилось на бровочку заехать, но, а был бы у меня длинный какой-то седан, я бы, извините, этого уже бы не сделал. Поэтому в городских условиях вот такие кейкары по японской терминологии вполне оправданы. Друзья мои, какие выводы я сделаю? вывод первый. Если вы рассматриваете такой автомобиль как свою потенциальную покупку, запомните, это не автомобиль премиум-класса. Соответственно, требования как к премиуму не выдвигайте. Это обычный, бюджетный городской автомобиль. Он имеет целый ряд преимуществ в городе за счет своей компактности. На нем удобно передвигаться, на нем удобно парковаться. Под него вообще просто удобно найти место. При этом внутри за счет вертикальной посадки вы имеете достаточно по ощущениям объемный салон. Чувствуете себя здесь комфортно. Есть некоторые нюансы, о которых я уже говорил, некоторые недостатки. Но опять же, это тут уже на любителя. На вкус и цвет все сапоги и валенки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова